Друзья, всем привет! Сегодня мы провели ночь, первую нашу ночь в России, в Российской Федерации, в городе Орск. Городочек такой провинциальный, миленький, с одной стороны, с другой стороны очень пыльный. Ну, в принципе, там можно получить все, что угодно. Сделал я страховку за 3000 рублей на машину, которой 180 лошадиных сил, они смотрят по лошадиным силам. Потом, карты здесь наши казахстанские, естественно, не работают. Здесь получается только наличка и курс не очень хороший в банках, поэтому нужно либо рубли с собой сразу везти из России, из Казахстана, либо где-то возле границ менять, но там, где мы проходили границу, там нет пункта обмена. Теперь мы едем дальше, в Оренбург. Вот нам 250 километров надо ехать. Навигация пишет, тут здесь 3 часа ехать. И вчера я разговаривал с одним человеком, который здесь ездит на Газели. Он сказал, что здесь около 100 километров будет вот такая вот гребенка. И почти везде запрещен обгон, мосты здесь через железную дорогу. И грузовички, вот эти всякие разные Газели едут медленно. Нет альтернативной никакой другой дороги, поэтому закладывайте, что если вы едете как-то через Орск в сторону Грузии или еще куда-то туда, в ту часть, то здесь вы будете тратить время свое. Вот так вот. В Орске есть мойки самообслуживания, где можно отмыть машину, стекло лобовое отмыть. Цены, в принципе, приемлемые на все. И на еду приемлемые цены. Мы вчера переночевали там в машине возле речки, с костром. Ну, было прикольно. Вот. Но останавливаться я бы, наверное, не стал, потому что гостиниц более-менее в Орске нет нормальных. И вот мы, когда ехали вчера с Ясного, с этого Светлого, там были гораздо лучше места для остановки, для пикника, для кемпинга, чем мы останавливались в Орске. Орск – это какой-то такой транзитный город. Может быть, помыть машину, там, может быть, посмотреть стекло. Тоже вот тут у меня вроде бы... Не могу я никак понять. Вроде бы мне сделали трещину, но непонятно, идет она дальше или нет. Такой какой-то сервис сделать. Toyota Center есть в Орске. Ну, какой-то такой технический город, короче говоря. И все, проехать дальше, потому что дороги пыльные, дороги маленькие, дороги грязные. И возле парков, возле речки вечером еще молодежь собирается, шумит. Скорее всего, не дадут вам поспать нормально, если вы будете спать на чем-то своем. Делайте страховку. Штраф за страховку там 400 рублей. Но, не знаю, наверное, все-таки лучше сделать за 3000. Потому что это вы в первую очередь для себя свою ответственность страхуете. В общем, друзья, мы отъехали от Орска 88 километров. И более-менее вроде началась нормальная дорога. Считайте, грубо говоря, закладывайте, что если вы поедете через вот это КПП светлое, 200 километров вы будете ехать по гребенке, прыгать. Бам-бам. Ну, не знаю, стоит оно того или не стоит. Я бы еще по какой-то другой альтернативной дороге не ездил. И мне как бы не с чем сравнивать. Поэтому пока вот такие у меня наблюдения. Здесь, в принципе, можно уже ехать побыстрее. 90 можно ехать. Но, опять же, здесь камеры везде. Быстрее вы не поедете. То есть это не какая-то магистраль, где можно ехать 120, и она двухполосная плюс ко всему. Ну, хотя бы деревья есть. Уже хорошо. Ну, никакого придорожного сервиса. Нам осталось ехать 86 километров до Оренбурга. Вот здесь мы проезжаем мимо. Рядом с речкой. Речка у нас с левой стороны. И лесополоса такая широкая, массивная, красивая. Прям как будто бы сейчас проезжали, как будто бы в лес заезжали в такой дремучий. И вот такую природу, дорогу я, конечно же, люблю. Здесь периодически всякие разные травушки, муравушки. Встречаются красивые цветочки. Радует глаз. В общем, мы сейчас доедем до Оренбурга, и там останемся на ночь. И вообще мы будем сбавлять обороты, потому что за сколько? За три или за четыре дня мы проехали 2500 километров. Я сейчас первый раз заправил российский бензин здесь чуть-чуть на трассе. 20 литров. 20 литров на 1000 рублей заправил. Это получается где-то чуть больше 10 долларов стоит 20 литров. Но все равно эта цена ниже, чем, допустим, в Турции или в Европе мы будем заправлять. Страховой полис, оказывается, страховая премия 2600 рублей. То есть вот эта компания, страховая, госстрах, она взяла у меня 2600 рублей, а вот эти вот сверху, то, что 300 я заплатил, сверху 500 рублей, это забрали посредники. Поэтому я думаю, вы можете зайти на сайт вот этой компании, ввести все свои данные, номер кузова, номер машины и все остальное. И вы заплатите меньше, чем вы будете платить, переплачивая через этих посредников. Вот, друзья, примерно вот такие вот цены на топливо в России на сегодняшний день. Это конец мая 2023. И смотрите, расход у меня 6,6 литров. У меня такого расхода ни на одном бензине не было, ни на одном варианте не было в Казахстане. Это самое-самое оптимальное топливо. Друзья, мы подъезжаем к городу Оренбург. Город нас встречает вот такими вот березками красивыми, пустыми. Лесами, полями красивыми. И город, в общем, находится в 200 километрах от Казахстана, от города Актубе. Совсем рядом здесь. Но здесь просто как будто бы другая страна, и как будто бы другой ландшафт, и вообще как будто бы другой какой-то континент, почва другая. И на самом деле этот город, он весьма легендарный. И здесь, значит, учился Юрий Гагарин в школе или в университете. Что-то типа этого. Потом, помимо этого, Пушкин тоже посещал. Ну, разные поэты посещали этот город. Он в свое время... Вот это, кстати, с правой стороны штучка стоит, которая контролирует скорость. Треножка такая. Раньше у нас были тоже в Алма-Ате, но потом в какой-то момент их убрали, они у нас не прижились. Около 20 лет этот город назывался в честь этого летчика Чкалова. Но этот летчик здесь никогда не жил и даже вообще ни разу не приезжал сюда. Интересный факт, любопытный такой. Еще из-за близости с Казахстаном или из-за близости с Севером сюда отправляли ссылку всяких разных поэтов и, в общем, всяких выдающихся личностей. Поэтому он весьма такой вот интересный этот город. Он находится на берегу реки Ори и, соответственно, в честь этой реки он и называется. Вот это вот пешеходные переходы. Сейчас вот мы проезжали, их строят, их строят по всем трассам. Эта трасса уже, если я не ошибаюсь, федеральная трасса. Она четырехполосная, она началась возле подъезда как раз-таки к этому городу. Вот у нас тут остается 15 километров. И уже мы, по-моему, едем по этой федеральной трассе и дальше уже мы будем исключительно по таким трассам двигаться. Мы будем больше объезжать, там поедем через Самару. Будем больше проезжать, но зато будем ехать вот по такой вот дороге широкой и ровной. Ну и, соответственно, она более безопасна, чем прыгать там по этой стиральной доске. Близкое топливо, хоть я его и залил, там всего лишь 20 литров, расход 6,4 литра. Ни на одном топливе, которое я заливал в Казахстане, такого расхода не было. То есть оно здесь стоит больше, но, соответственно, и расход меньше. И плюс ко всему, двигатель, он не рассчитан на плохое топливо, ему нельзя. То есть заливать, когда вы заливаете плохое топливо в двигатель, двигатель быстрее изнашивается, ему тяжелее работать, там неправильно оно сгорается, неправильно воспламеняется, и, в общем, неправильно в целом в комплексе двигатель, как он настроен, он неправильно работает. Вот видите, вот это вот выкопали здесь, выворотили деревья, и черная, прям черная земля, это у нас даже в Алма-Ате, ну, редкость. Согласно данных из интернета, здесь всего лишь 500 тысяч человек живет, ну, это уже такой относительно большой город. По сравнению с Ордском, намного такой, более такой опрятный он, и более такой уже серьезный идет, и как-то более здесь все по-взрослому. Здесь у них, вот, сразу возле въезда разные автосалоны, Hyundai, Mercedes-Benz, мы сейчас проехали, Peugeot, там, по-моему, еще что-то. Ну, я не могу сказать, машины продаются, Sherry или Cherry, в принципе, все у них здесь есть, никакого дефицита. Здесь же делают вот эти вот, из шерсти платки, тоже известные, легендарные, и из поздьей шерсти, из которых их делали, этих кост пытались перевести в какие-то другие регионы, в другие места, и там из них тоже делать, из их шерсти делать, в других местах, тоже эти платки, и, в общем, не получалось, потому что, видимо, здесь климат, или какое-то вот это питание, оно именно способствует, именно качеству шерсти. Это точно так же, вот как, допустим, баранина, которая в Казахстане, этот вкус, он не такой, как, допустим, вот здесь в России, потому что у нас, и там они по-другому пасутся, эти бараны, и там сама по себе трава, такая более сухая, другая, не такая влажная, не такой, не такой изобилия травы, как здесь, и, конечно же, от этого все будет отличаться. Вот. Сейчас заходил недавно на заправку, и, главное, Red Bull у них там стоит, а вот этого Coca-Cola, ничего такого нет. Хотелось Pepsi или Coca-Cola попить, а все, нет. Зато чай есть, будем чаи пить здесь. С одной стороны, это хорошо, мы с Алматы очень много привезли, 5 или 6 литров Coca-Cola, почти выпили все. И надо пить чай, и все остальное, это вред. А у них здесь Доброкола какая-то, и на заправке она 160 или там 180 рублей, это почти 1000 тенге за бутылку, я подумал, что это круто. Но может быть, из-за того, что на заправке, и, короче говоря, из-за того, что цена высокая, не стал покупать. Ну, хотя, с другой стороны, в Алмате сейчас тоже стоит Coca-Cola, 2-х литровая, примерно 700-800 тенге в магазине. Я помню, когда было время, когда я ездил на завод Coca-Cola, мы покупали по 50 тенге, то есть инфляция практически в 20 раз произошла за это время, то есть деньги обесценились. Здесь у них уже в этом городе много разных иномарок, в том числе, вот, которые дорогие, там, АА, BMW, вот, джипы, все, в Орске такого не было, ничего подобного вообще. Там за все время я видел новый Мерседес и все. Здесь у них торгово-развлекательные комплексы, но, что-то они какие-то пустоваты, либо потому, что здесь сейчас день, кстати, жара, температура поднялась до 94 градусов, это больше 30 градусов по Цельсию. Ну, пробок нет, у них здесь развязки, и, в принципе, мы нормально едем. И до сих пор ездят трамваи и троллейбусы, и в Орске мы видели прям вот реально советский-советский такой трамвай. Он там весь разваливается, трясется, весь дрожит, но он едет. И вот насколько все-таки были раньше качественные вещи, что вот сколько уже времени прошло, они все равно до сих пор используются. Почему вот не обновляется? Это какой-то советских времен, но это иностранный, транс-альфа какой-то троллейбус. Здесь у них ГУМ. И у них здесь нет выделенных полос, как у нас в Алмате для общественного транспорта, то есть можно ехать. Я уже по привычке не еду справа, где есть автобусы, там троллейбусы, еще кто-то. Вот так он выглядит. Здесь уже ржавый, но все равно еще гоняет. Здесь, то есть, можно ездить везде. И проспекты, вот я так понимаю, что это какой-то один из самых главных проспектов центральных, они очень широкие, как и в Москве, впрочем. Сразу вот изначально они проектировались. Почему я, допустим, был недоволен, когда мы ехали в Туркестане? Во-первых, потому что там топливо некачественное на Газпроме. Крайне вообще некачественное. То есть, оно, я не знаю, не помню, сколько оно стоит, но оно на 20% по качеству хуже, чем это топливо. И вот они построили там узенькие дорожки, узенькие какие-то эти проспекты, без развязок. И сейчас город начнет заполняться, но что они будут делать? А здесь видите, сразу такой проспект широкий. И 500 тысяч человек здесь спокойно живет. Друзья, всем доброе утро. Сегодня мы провели время в Оренбурге, в таком вот классном зеленом отеле. У нас прям окна выходили на вот эти зеленые, а я не знаю, это роща, или короче говоря, здесь очень много деревьев, и это для меня так важно. патиозона и всякие разные беседочки, там фонтаны есть, можно просто гулять. Такой у отеля свой мини-парк, там детская площадка. Здесь несколько ресторанов, лаунж-бары, еще по-моему летний ресторанчик прям здесь находится. Ну видно, что они ухаживают, и прям у них так чистенько все аккуратненько. Однозначно рекомендую этот отель, он стоит где-то 50-60 долларов на двоих, но он стоит этих денег. Там у них ресторан, интерьер такой современный, и в то же самое время светленький, здесь бар, и там рецепшн, большая зона рецепшн. Вот такой вот собственно здесь лобби. А как называется этот отель? Вилла де Идальго. Вот так вот собственно называется этот отель. Вот здесь контакты. А у них еще большая здесь такая парковочная зона, вот здесь, и там еще справа, и там шлагбаум. То для меня именно важно, чтобы машина стояла под охраной. Город мне однозначно понравился, очень чистый город, опрятный, очень много зелени, и на дорогах водители уважают друг друга, пропускают, прям это сразу чувствуется. Вот даже можете посмотреть, вот это у них мусорные баки здесь, и ничего вообще не валяется, они сортируют мусор, вот пластик у них отдельно, там все такое обычное мусор отдельно, и дороги вот такие вот здесь попадаются в принципе с ямками, с ладками, но он не такой пыльный, как Горск, по сравнению с Горском, город намного чище, нет здесь пробок, заторов, ничего такого нет, и водители ну после нашей Алматы водители прям прям очень очень такие вежливые, культурные, друг друга и пропускают, и не зажимают, никто никуда не спешит, никто никуда не фарит, это вот сразу чувствуется, пропускают пешеходов, у нас как бы тоже пешеходов пропускают, потому что там попробуй не пропусти, и в общем никто не фарит, не зажимает, никуда не торопится, в Алмате к сожалению у нас такой культуры нет вождения на дорогах, и я вот когда каждый раз возвращаюсь откуда-то из-за границы в Алмату, я прям это так сильно чувствую, и ну честно говоря мне это не нравится, а здесь вот спокойно люди как-то жизнь идет своим чередом, почти 12 часов обычный рабочий день вторник сегодня по-моему или среда все едут как-то спокойно никто не нервничает никто не суетится и очень много у них здесь машин вот таких вот автошколы и сразу видно что здесь прям вот люди учатся дорожному движению и не просто так покупают какие-то эти права как у нас ну я не знаю как сейчас у нас а вот учатся действительно и такой обычный спокойный городочек зеленый и не такой сумасшедший как Москва где все тоже куда-то торопятся бегут как как будто бы какие-то соревнования и в общем настало нам время ехать в Самару а еще здесь вы не сможете поменять деньги где-то вот на окраине города где мы жили только в центральных отделениях в центре города ну до туда ехать 20 минут и мы там вчера были и я уже туда естественно не поеду у меня осталось немного денег казахстанских я их поменяю уже в Самаре их можно было и в Орске поменять и в общем поменяю в Самаре Сбербанк только центральный это все есть информация в Тугисе даже курс валют все показывает видите какая у них черная земля и вот они работают как-то вот здесь аккуратненько не раскидывают не разбрасывают если они там где-то что-то стройку делают стройка у них как-то тоже аккуратненько идет хотя это небольшой такой город обычный город вот видите машина это все автошкола вот постоянно они попадаются учебные машины именно автошколы то есть здесь идет обучение такое нам ехать до Самары 5 часов 400 километров я принял решение не ездить много максимум 500-600 километров 300-400 и отдыхать хорошо потому что в принципе мы преодолели рубеж еще у нас будет небольшой рубеж на границе с Грузией Верхний Ларс только один пункт пропуска между Россией и Грузией и поэтому там будет возможно тоже задержка а потом уже когда мы в Грузию попадем там уже мы будем спокойно ездить и там в Турцию легко попасть и из Турции и вообще везде куда угодно потому что это такой хаб там хоть куда можно попасть спокойно город находится на высоте 200 метров над уровнем моря ну в принципе здесь по-моему есть какие-то горы если я не ошибаюсь а нет это в Самаре есть горы ну в общем город такой плоский без особо больших перепадов как у нас в Алма-Ате там перепады 200-300 метров могут быть и сам по себе еще плюс город находится на высоте где-то 700 до 1000 метров здесь у них промышленные зоны соборы и все уже туда окраина вот такая вот трасса очень зеленые поля здесь луга и лесополоса прям зеленая зеленая еще вот здесь проезжаем завод я не знаю это по-моему связанный с газом какой-то завод и они там прям из труб сжигают до Гвань до Самары остается 350 километров но дорога почему-то стала становится периодически двухполосной или вот три полосы как здесь то есть она периодически сужается расширяется не так как в Европе то есть если в Европе мы едем по каким-то магистралям по трассам то там она от города до города не советую спешить впереди камера на 70 Алиса тут командует у нас в машине советы раздает вернее и эта трасса бесплатная по сути но вот она периодически может быть узкая то есть они вот здесь на подъем делают ее расширяют чтобы мы могли фуры обогнать но сейчас мы ехали и она была двухполосная здесь травка у них уже сохнет я так понимаю что здесь и жарко может быть и тоже и вот температура уже 85 градусов в 12 часов я думаю больше 30 будет сегодня ну потому что уже начало лета первый месяц лета будет через несколько дней и конечно же будет жара основная часть дороги она вот такая вот двухполосная то есть она ровная все здесь нормально можно ехать но она извилистая и узкая вот единственный минус этой дороги нас сейчас обогнала машина с украинскими номерами это вот сколько мы ездим по России первый раз я встретил здесь машину с украинскими номерами от Алматы мы отъехали уже около 3000 ну в Самаре уже будет 3000 километров от Алматы впереди камера на 70 и я сейчас буду уже искать где-то здесь пункт замены масла потому что я на этом масле проехал почти 6000 и я стараюсь 6-7000 новое масло заливать новый фильтр вставить ну так и двигателю легче оно уже охлаждается нормально и в общем чем чаще вы будете менять масло тем лучше для вашего двигателя и тем больше он вам прослушит друзья я все больше склоняюсь к тому что мы не совсем оправданно поехали объезжать вот такой большой крюк потому что мы сейчас все равно приедем в Астрахань в Астрахань можно было попасть намного короче через Трау просто единственное там участок дороги около 100 километров ну поле там не дорога направление поле и ну можно было там проехать 30-40 километров в час за 2-3 часа эти 100 километров не спеша потому что вот эти вот трассы да они называются федеральными ну периодически попадаются кусочки дороги не очень хорошие но мы очень большой крюк сделали единственное что меня спасает это то что у меня очень много времени я могу в принципе путешествовать смотреть города России но если вы ограничены во времени если у вас какой-то короткий отпуск то я даже не знаю наверное это не совсем для вас ехать так далеко на заправках всякие разные собаки кошки но они не попрошайки как в Турциях и как в Турции и они здесь не голодные потому что я так понимаю люди их здесь кормят и они здесь в общем хорошо себя чувствуют портится чуть-чуть погода ну пасмурно я надеюсь все-таки пойдет дождик потому что мы уже столько дней ездим едем без воды хотелось бы дождик чтобы побыл очень мало пунктов остановки осмотра с эстакадами где можно заехать посмотреть машину техническое состояние снизу и они какие-то все пыльные грязные то есть там грунт даже не охота честно говоря туда спускаться на эту пыль на эту грязь чтобы потом грязь не тащить в машину и я не знаю у нас в Казахстане то ли из-за того что степь то ли из-за того что там платные дороги ну как-то у нас покультурнее в этом плане не знаю как будет дальше но вот в этом регионе вот такое у меня наблюдение и посмотрите какая дорога выбоины ямы и вот эта федеральная трасса у них такая все больше и больше я склоняюсь к тому что нам надо было ехать через Атарау мы бы просто там вот этот участок дороги нехороший пыльный грязный ну проехали бы может там за день не спеша не торопясь но мы бы уже были в Астрахани сейчас а сейчас нам надо ехать до Самары надо ехать до какой там до Саратова до Волгограда это мы наверное дня два будем ехать вот поэтому я еще раз повторяю нас спасает единственное только то что у нас есть время то что мы путешествуем смотрим города и небольшой расход у машины и я конечно не знаю может быть там капец как все плохо что вообще туда даже нет смысла и проще три дня объезжать этот участок ну возможно когда я поеду назад я поеду там по той дороге если будут идти дожди или будет допустим смена сезона между летом и зимой или там зимой и летом то там не должно быть пыли и в принципе на внедорожнике на высокой машине там вообще легко будет проехать просто туда не едут люди на низких машинах потому что ну видимо они там вообще не могут проехать а мне то в принципе без разницы где ехать поэтому я наверное и там смог бы нормально проехать мы читали вот про вот эту трассу где мы сейчас едем на форуме что типа ее там недавно отремонтировали она очень хорошая ну посмотрите сами кто-то говорит что здесь можно 120 ехать но я не знаю это все же переходит на ходовую часть на машину на на безопасность на расход топлива это все влияет вот так вот ехать не знаю может быть я чего-то не понимаю но у нас в Казахстане ничем не хуже дороги может быть даже в некоторых местах лучше вот мы едем с вами сейчас вот я вижу два знака во-первых знак плохая дорога во-вторых ограничение по скорости и третий знак типа камера но вот если они поставили здесь 70 значит здесь я не знаю сколько уже было аварий и плюс ко всему еще выходят животные на дорогу и сама по себе дорога плохая и пешеходы и если они его здесь поставили значит здесь кто-то погиб или был ранен или еще что-то то есть все-все-все вот эти знаки они написаны кровью и они написаны для вас и то же самое дорожные полицейские они стоят они то есть о вашей безопасности заботятся если вы не нарушите скорость если вы не нарушите какие-то правила вас никогда не остановят мы уже сколько едем почти 3000 километров проехали они вот так я еду они видят чистая машина никуда не спешит они сразу отворачиваются даже смотреть не хотят в мою сторону а если вы едете на грязной машине куда-то несетесь то естественно вы сразу немедленно внимание привлечете полицейских и конечно же это будет им повод остановить как-то задержать подъезжаем к самаре и вот здесь обнаружили ветряную мельницу она была построена в 800 году больше тысячи лет назад и вот сейчас ее реконструируют здесь тоже храм все делают вот так облагораживают и вот здесь вот любопытно есть такое зрелище вот это вот камни они насыпали то есть здесь было поле грунт и они насыпали вот такую щебень большой фракции а сверху будет фракция чуть поменьше и потом только асфальт вот вообще по идее нужно по такой технологии делать покрытие дорожное пасмурная погода сегодня целый день не жарко ветерочек дует мы сейчас едем дальше в Самару посмотрите какая у них здесь черная земля то есть они ее не привезли откуда-то это вот именно вот прям земля отсюда конечно же здесь можно все что угодно посадить и это вырастет вообще не вопрос даже это свидетельствует о том что здесь много было всяких растений травы всяких разных деревьев раньше исторически уже решетка не забивается так как у нас забивалось по Казахстану мы сегодня больше 300-400 километров проехали и в принципе относительно чисто но все равно нужно мыть каждый раз каждый день нужно мыть да вот Самара с левой стороны в городе очень много разных всяких заводов фабрик и здесь нефтеперерабатывающая промышленность аэрокосмическая промышленность и вообще город конечно стратегически стратегическое имеет значение очень большое здесь делают автоваз вот эти вот лада Самара Тольятти рядом вот это Жигули все это раньше советские машины вот эти мечта любого автолюбителя это все здесь всегда выпускали а сейчас вот здесь вот пожалуйста Шкода Хюндай ну и тому подобное Пежо с левой стороны там торговые комплексы а здесь расположена самая большая площадь нисан площадь в Европе самый большой вокзал в мире возможно мы проедем москвич москвич нисан и одна из самых красивых набережных в России возможно мы ее тоже посетим и вот посмотрите друзья я сейчас залил 20 литров топлива на лукойл у меня расход 5,6 литров у меня на этой машине никогда такого вообще расхода не было это вот только на российском топливе такой расход меня знаете всегда умиляют люди которые рассказывают как они ездят из Оренбурга или из Орска в Казахстан заправлять топливо якобы оно там меньше стоит на самом деле здесь топливо евро 5 и оно соответствует всем стандартному и оно намного лучше работает машина на нем и лучше сгорает и во всех планах это лучше как говорится скупой платит дважды поэтому я вообще здесь с удовольствием заправляю по этим ценам и машина кайфует и я кайфую в общем мы заезжаем вот с этой стороны вот здесь вот у нас отель мы поселимся сегодня и возможно еще и возможно еще завтра проведем один день потому что мне нужно отдохнуть я уже проехал от Алматы больше трех тысяч километров без остановки несколько дней я уже спился со счета сколько мы едем и мне нужно целый день отдыхать от сиденья от машины от руля и скорее всего мы здесь завтра проведем весь день потому что здесь очень много всяких разных достопримечательностей культурных здесь есть бункер Сталина секретный и здесь есть музеи всякие разные в общем я думаю завтра мы с пользой проведем время вот они друзья советские трамваи значит здесь в городе Самара и пробки вечерние пробки час пик 3-4 километра проехать 5 километров 20 минут может занять поэтому если вы на машине путешествуете лучше где-то всегда селиться на окраине города и подальше от центра в общем друзья смотрите вот он отель отель Морталь Мерталь а вот здесь вот дорога ну должна была быть теоретически вот там наша машина здесь экскаваторы самосвалы укладывают это либо канализация либо водопровод что-то с водой связано и вот хорошо что мы его не забронировали ну не знаю хорошо или не хорошо короче говоря вот такие вот вас могут встретить ситуации когда вы приезжаете в то место о котором не знаете и вот в одну сторону нет прохода и в другую сторону нет прохода то есть нужно постоянно обходить и куда вы вообще сможете сходить я даже не знаю вот так вот выглядит у них грунт здесь почва приехали в отель и я для вас построил альтернативный маршрут то есть вот этот маршрут это вот как мы выехали с Аральска здесь через вот этот вот поселок казахстанский короче говоря мы здесь поехали прямо 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 как идет дорога от Аральска мы не стали поворачивать налево вот здесь проехали прямо Карабутак по-моему он называется поселок проехали прямо вот здесь очень быстро пересекли границу вот здесь был кусочек дороги 10 километров по Казахстану и примерно 10-20 километров по России пыльная дорога мы здесь очень быстро это все проехали потом до Орска была где-то 100 километров плохая дорога и потом вот эти дороги которые вы можете посмотреть на видео как мы здесь ехали 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 приехали в Оренбург в итоге и сейчас мы находимся в Самаре сейчас мы находимся в Самаре это где-то вот здесь если я не ошибаюсь и дальше мы должны ехать да вот приехали в Самаре в Самару вот здесь мы приехали в Самару и дальше мы целый день должны ехать еще в Саратов и после Саратова мы должны еще целый день ехать вот в этот город как он называется Волгоград Волгоград и только после Волгограда мы окажемся в Астрахани в Астрахани то есть я даже не знаю сколько это дней займет путешествие ну короче говоря от Торска до Оренбурга один день от Оренбурга до Самары один день от Самары до что там Волгоград от Самары до Саратова один день от Саратова до Волгограда один день и от Волгограда до Астрахани один день в общей сложности этот маршрут занимает вот согласно гугла 34 часа и почти 2500 километров теперь мы смотрим альтернативный маршрут который я рассматривал вот точно так же Саральска мы вот этот поворот мы проехали вот здесь где много заправок было здесь нужно было уйти вот в сторону Шалкара вот этот участок дороги я не знаю какое он какое там состояние дороги потом вот здесь до Кандыгаша я тоже не знаю какая дорога и вот от Кандыгаша до до короче говоря вот сюда в сторону от Рау вроде бы люди говорят есть видео в интернете что вот эти вот эта вся дорога в принципе она нормальная вот это вот большинство львиная часть этого маршрута она более менее нормальная но я вот здесь вижу желтые полоски возможно здесь будет какое-то затруднение но я вам так скажу вот здесь когда мы ехали от Орска когда мы ехали от Оренбурга там тоже была прям не супер мега такая трасса по которой можно ехать вот Яснова была не очень хорошая дорога ну здесь много на самом деле участков вот сегодня мы до Самары ехали тоже 50 на 50 вот этот участок от Оренбурга до Самары здесь 50 на 50 50 процентов хорошая дорога 50 процентов так себе и что я хочу сказать вот от Ирау вот здесь есть дорога ну люди говорят что типа по полю лучше ехать чем по этой дороге 100 километров и очень медленно здесь проходит движение вот в этой части но зато посмотрите как вы быстро проезжаете здесь полторы тысячи километров полторы тысячи километров и две с половиной тысячи километров разница тысячи километров поэтому если вы едете тоже вот по этому маршруту по нашему примите к сведению вот вот этот чемоданчик это есть здесь пограничный пункт курман газы и вот это все чемоданчики их здесь много на самом деле это вот граница с Россией вот это вот граница с Россией вот этот Джайсан теплая Маштакова Зинки Вишневка она тоже по-моему как-то по-другому то есть их здесь очень много на самом деле этих КПП и по сути вот этот курман газы он вроде бы неплохой а написано временно закрыто но там ездят машины я думаю туда можно позвонить и в принципе люди ездят вот от Астрахани до Травы ездят там нужно переходить переправу такую типа паромная вот здесь по-моему там пантомный мост такой и ее нужно переходить эту переправу но все равно в любом случае я не знаю эту дорогу но я бы наверное попробовал если я бы ехал еще раз если я ехал бы именно на внедорожнике таком с большими колесами на такой машине на которой мы сейчас путешествуем я бы попробовал бы вот этот бы маршрут потому что ну тысячи километров это серьезное расстояние это два дня в пути вот чтобы наглядно было вам понятно слева это маршрут по которому мы сейчас едем ну мы как бы путешествуем мы никуда не торопимся нам прикольно там в Самару заехать в Оренбург еще куда-то а справа тот маршрут по которому едут люди ну грубо говоря у которых там короткий отпуск или которым нужно проехать то есть вот разница вот и вот в поиске Субтитры создавал DimaTorzok